Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. Короче, спешу-спешу, опаздываю в колледж. Но сегодня можно. Сегодня другая учительница, более такая понимающая, и мы этим пользуемся. Конечно, не очень хорошо, но сегодня у меня так получилось. Так, кофеечек себе сделала, видите, даже не позавтракала. Ой, горячий еще. И кто-то у меня спрашивал, что ты там ешь. Вот, девочки, в Коско продаются вот такие гранолки, маленькие, прессованные, как это, олдмилл, как это по-русски. Ну, вот такие вот шарики, там, значит, сушеный изюм, ну, и все вот это вот полезное, короче. Написано, что органическое. Да, mixed berries, ну, то есть разные ягоды сушеные. Очень вкусно. Вы знаете, вот я парочку съедаю с утреца, ну, и в течение, когда учусь. Супер. Так, ну ладно, поехали. Появились снова девочки, ну, там и мальчики тоже, которым не нравится мой канал. Во-первых, название моего канала. Иммигрантка Ирина. Мне кажется, вот в этом названии сбалансировано все, да, только не указана иммигрантка какой страны. В этом весь и трюк. Вы заходите и смотрите. Второй момент, девочки, мальчики. Я не понимаю, почему я должна слушаться вас? Почему я должна показывать только то, что вы хотите? Почему я должна говорить об Америке только хорошо? Я, по-моему, показываю свою жизнь в Америке со всех сторон. И с хороших сторон, и с плохих. И то, что мне нравится, и то, что мне не нравится. Я не должна, понимаете, делать то, что вы мне говорите. Это мой канал. И я рассказываю о том, что я считаю нужным. И ничего, я здесь не вру. А если вы такие умные, и вы считаете, что я тут людей ввожу в заблуждение, так, пожалуйста, открывайте-то свои каналы и говорите. Вот, смотрите, я вам докажу. Ирина, иммигрантка, врет. Вот они доказательства. Понимаете? Давайте так. Потому что, знаете, вот так вот написать, обосрать человека, сказать, какой он там наглый. Я приехала, замуж вышла, ребёнка родила, Америка ей тут всё дала. Ни хрена мне тут Америка не давала. Я вам ещё раз говорю. Всё, что я имею, всё. От курточки до трусов только мой муж, который работает честно, зарабатывает, который любит меня, который понимает, что семья для него очень много значит. Всё, а то, что делает Америка с нами, да, вот с нашей семьёй, я вам так скажу, она нас опускает во всех отношениях. И в материальном, и в моральном, во всех. Никакой помощи лично мы, вот наша семья, мы не имеем. Америка помогает только нищим, бедным, которые, ну, как вам сказать, которым вообще реально есть нечего. Пишут мне, вот, бесплатная еда, там можно поехать, набрать себе еды, ты там всё жалуешься, есть тебе нечего, пить тебе нечего. Вы мои хорошие. Я вам ещё раз объясняю. Это очень хорошо, что в Америке есть такая опция по бесплатной еде. Но, девочки, мальчики, мои дорогие, когда вы туда приезжаете, вы заполняете бумажки. К вам подходит такая тётечка, если там очередь, да, из машин стоит. Или дядечка. И спрашивает, сколько у вас членов семьи, на сколько семей вы хотите взять еды. Оставляете все свои данные. Понимаете? Вы уже заранее подписываетесь, что вы нищеброд. Или, другими словами, если вас засекут, что вы там не нищеброд на самом деле, а просто не хотите ни хера делать, да, а катаетесь за бесплатной едой, то к вам тоже применят меры. Не переживайте за это. Понимаете, все вот эти вещи созданы для того, чтобы помочь реальным людям, которые в этом нуждаются, а не тем, кто вот показывают эти, пишут мне, вот там какая-то блогерша ходит каждый день за бесплатной едой. Да пусть она ходит. Мне-то чё? Видела я всякие разные видео. И поверьте мне, набор продуктов, вот которые там, они не одни и те же. В каждом штате, в каждом городе, в каждом пункте выдачи продукты разные. Потому что свозятся они из разных магазинов. Понимаете? И не все продукты на самом деле пригодны для еды. В некоторых случаях, девочки-мальчики, хлеб уже даже испорчен. Есть его нельзя. Да, там консервации, вот это вот всё, горошек там, ну, возможно. Но я, например, это не ем. Вот сколько я смотрела видео по бесплатной еде, вот ничего я не выбрала такого, чтобы я съела. Конечно, вы сейчас скажете, ты там зажралась, а мы там голодаем. Я всё прекрасно понимаю. Я рассказываю, да, вот как бы про свой уровень. Кто вот меня сейчас поймёт, тот поймёт. Я не рассказываю, что я тут ползаю и выпрашиваю еду там, или деньги, или ещё что-то. Да, мой муж, в принципе, нормально зарабатывает, и мы тянем. Да, сейчас нас, конечно, подзажали в связи с этими повышениями. Во всех местах повышаются, понимаете? И говорить, что вот, что ты там жалуешься? Да я прихожу краситься к моей Дайен. Ну, кто меня смотрит, девочки, вы знаете. Дайен, она американка, она здесь родилась, на Лонг-Айленде, в Нью-Йорке. Так она жалуется мне. И что мне ей сказать? Уезжай из Америки. Уезжай. Нет, конечно. Дело-то не в том, что я вам жалуюсь и рассказываю, что меня беспокоит. Я вам просто показываю свою жизнь в Америке. И, естественно, я вам показываю то, что меня беспокоит. А когда мы едем развлекаться, в какие-то парки, в какие-то интересные места, я что говорю? Ой, смотрите, там, допустим, какое-то красивое здание, а я его там поливаю, непонятно чем. Да не было никогда такого. Понимаете, это не относится ни к стране, ни к чему. Я просто говорю о том, что девочки, вот эти вот, которые меня почему-то позволяют себе оскорблять, я их удаляю, естественно. Но я вам еще раз говорю, я не позволю вам этого делать. Ютуб, мои красавицы, кто меня там пугает, что ты там, отберут у тебя паспорт, выкинут тебе из Америки. Расслабьтесь, расслабьтесь. Никто этого в жизни не сделает. И что я такого говорю? Жалуюсь, как все американцы, что все дорожает, что все плохо, что я недовольна, что из мальчиков делают девочек. Что я такого сказала неправды, за что меня надо выкинуть из Америки? Что вы там нагнетаете? Я просто людям, тем, которые не были в Америке, никогда не были, и, может быть, никогда и не будут, потому что им и не надо. Понимаете, я рассказываю, как оно здесь все происходит. И все, завести в кого-то какие-то дебри, да, или там рассказать, что там где-то в какой-то стране лучше, а там хуже. У меня вообще нету такого построения видео, где я сопоставляю какие-то вещи. В каждом месте есть что-то лучше, что-то хуже. Там одна пишет, ты там пользуешься самой лучшей медициной в мире. Вы, моя золотая, пользуетесь ей здесь? Самой лучшей медициной в мире? Какая она дорогая? Какие вы, сколько вы за страховку, моя красавица, платите, если вы тут пользуетесь самой лучшей медициной в мире? Если у вас отстойная страховка в Америке, вы будете пользоваться теми же врачами, к которым приходят бомжи. Вот и все. Чего вы рассказываете? Чтобы пользоваться хорошей медициной в Америке, надо за нее платить. А она стоит, ну, нереально дорого. Я дам, мне повезло, да. Да, у меня муж, я на него, можно сказать, молюсь. Все покрывается его страховкой. Есть, конечно, моменты, которые нет, но в большинстве случаев у Джона очень хорошая страховка. Мне повезло, а кому-то нет. И я знаю таких людей, их много, которые ходят, те же американцы, без зубов, с проблемами там, я не знаю, с теми же раками. Понимаете? А вы тут начинаете меня прессовать и говорить, какая я тут обнаглевшая. Приехала тут, все получила, значит, на блюдечке, да, с каемочкой. И сижу теперь плюю на это блюдечко. Нет, девочки, красавицы, дело не в том. Я рассказываю, что иммигранту здесь очень тяжело, без поддержки, без языка. В сегодняшней ситуации вот этой вот, которая еще больше нагнетает негатив к иммигрантам, но непосредственно к нам. Понимаете? В этом весь разговор, а не разговор в том, какая там плохая Америка. Ой, ну да, видите, как начиталась комментария, возбудилась, перевозбудилась. Ладно, ребят, все, пойду учиться. Девочки, мальчики, заехала я в Коска. Вот, смотрите, сколько мне продуктов выдали, также одежду. За все пришлось заплатить, конечно же. Значит, чай, здесь креветочки, салатик вот такой уже готовый. Взяла сегодня полотенце, сок органический, апельсиновый. Так, перчаточки себе решила взять, вот такие, девчонки, со скидкой. Мне кажется, хорошие. Не одни есть, ну как, не одни, там несколько, но эти тоже неплохо будет. Так, вот еще салатик Цезарь, тоже готовый. Смотрите, взяла себе грибочков сушеных, побаловать себя. Хочу суп сварить. Туалетная бумага, вот такая большая упаковка. Видите, салатик, как всегда. Дальше, девочки, красавица, хлеб. Вот такая упаковка. Видите, свеженький. Так, что еще такого интересного? А, ну вот, фарш еще, ребята, огурцы. Ну, в общем, вот такой набор продуктов. Водичка еще. За все я заплатила 270 долларов. Девочки, красавицы. Ничего бесплатно мне не досталось. Поэтому, знаете, вот сравнивать бесплатную еду, еду, которую вы покупаете в магазине, ее невозможно. Что там дадут? Хлеб, который уже вышел из срока годности, и какие-нибудь две банки сардин, которые жрать невозможно. Ну, и также пару гнилых помидор. Поэтому, что хочу сказать, не ведитесь, ребят, на вот это вот все бесплатное. Как у нас говорят, бесплатно только сыр мышеловки. Буду все это упаковывать. Все мои хорошие, все мои любимые. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.